Радио 54 Первое. Областное радио Начнем с важного, Роман. Чем вообще отличается зимний период эксплуатации автомобиля от других периодов эксплуатации автомобиля? Что зимой такого с ним происходит? И вот как предостеречься от возможных будущих зимних сюрпризов? Ну, у нас это в первую очередь температура в нашем регионе. И первое самое, что важно сделать, это заботиться нужной вязкостью масла. Это масло с зимней вязкостью 0 или 5, то есть с вязкостью холодного пуска. Эти масла обеспечивают нужные пусковые качества в наших условиях. Также, обращая внимание наших радиослушателей, об этом, как правило, никто никогда не задумывается, это тормозная жидкость, то есть на новом автомобиле она обычно меняется после трех лет эксплуатации, далее каждые два года. Ну, и я пропустил самое-самое важное, это зимняя резина. Да, в первую, мы начинаем все с переобувки, а потом уже все остальное. Мы не будем спорить сейчас о достоинствах и недостатках липучек и шипов. Ну, нет, сегодня у нас не тема, да. Значит, масло, тормозная жидкость, что еще проверяем, на что обращаем внимание? Антифриз, не вышел ли его срок эксплуатации, не доливали ли там воду дистиллированную, может, люди об этом забыли. То есть об этом нужно тоже позаботиться. Подождите, а современный антифриз, он водой тоже разбавляется? Естественно. Да? Ну, вот смотрите, у вас, допустим, был жаркий период эксплуатации, у вас часть антифриза выкипела. У вас есть специальный клапан, который выпускает пар вот от антифриза. Ну, обычно баклажка лежит над оливкой. Да, да, то есть есть некоторое количество воды дистиллированной, которую вы залили, обязательно не из-под крана, иначе образуется накипь. Вы залили воды, вы разбавили антифриз, и его низкотепиатрные свойства от этого изменились. Соответственно, нужно привести к нужным значениям. Ну, то есть он не может там потерять свои технологические какие-то качества, да? Нет, обычно это незначительно, но все равно, если вы вдруг вспомнили, что за лето там залили литр два, то необходимо... Я не об этом говорю, что вот если масло нужно поменять, потому что оно состарилось, да? Оно выработало свои ресурсы, и его нужно заменить. С антифризом другая история? Нет, с антифризом история та же, просто обычно мы меняем его намного реже. А тормозная жидкость, вы сказали, заменить, ее меняют? Когда я был сильно моложе, я с этим делом столкнулся, когда... Это было уже в Новосибирске, когда я сюда переехал. Температура на улице была минус 47. Завести машину я смог, а тронуться и нажать... Точнее, я тронулся, а нажал на педаль газа, ой, тормоза, и она не нажалась. Это была легкая паника, но... Ну, естественно. Все замерзло. Да, да, да. Ну, и хорошо, с ручняком остановился, через некоторое время тормоза оттаяли, но это был такой очень хороший урок, что все-таки тормозную жидкость нужно менять, потому что со временем она имеет свойство набирать воду в себя, а вода у нас замерзает. Так, вот это важная информация тоже, кстати, да? Что дальше делаем с автомобилем? Вот именно в это время года, именно сейчас, в октябре, что успевать? Нужно позаботиться о том, как мы его будем заводить. Либо у вас есть какое-то теплое помещение, гараж, либо у вас автозапуск, либо у вас предпусковой подогреватель, ну, либо вы заводите... Либо вы ездите на трамвай. Либо у вас ничего этого нету, и вы... Либо вы оптимист по жизни, да? А на авось, наш любимый, по-моему, да, Россия? Можно заводить автомобиль и так, но в критических температурах 25-30 и более градусов мороза, это очень негативно сказано на автомобиль. То есть, каждый холодный пуск, это минус примерно 200 километров. Какое-то количество ресурсов следует, да. Есть какие-то разработки у вашей компании, которые помогают зиму пережить не менее болезненно? Вот расскажите об этом, потому что зима, ну, понятно, что в наших случаях, да, в нашем случае, вернее, в Сибирском и автомобиль, это такая пара... У нас так-то, по большому счёту, и летом частенько слякоть бывает, да, а уж зима, так у нас зима. Что придумал Супротека, расскажи. В первую очередь, это наша линейка трибусоставов, которые формируют на парах трения поверхность, которая с очень большой силой удерживает на себе масло. Это даёт сильное облегчение холодного пуска при любых температурах. Также необходимо заботиться о топливной системе, потому что правильный расплод топлива – это более лёгкое воспламенение смеси, потому что многие сталкивались с тем, что в сильные морозы пытаются завести автомобиль, у нас идут пропуски зажигания, смесь не воспламеняется, бензин растекается по стенкам цилиндра, смывает масляную плёнку, завести с каждым попыткой ещё сложнее, начинаются всякие ухищрения, там, хатабычи и прочие вещи, которые делать не рекомендую. В общем, эти танцы с бубнами нам ни к чему. Ну, знаете, когда свечки выкручивают, поджигают газетку, я никому не рекомендую этим заниматься, лучше вызвать специалистов. Видели бы вот подобные танцы с бубном автопроизводители, да? Особенно зарубежные. Извините, не понял вопрос. Ну, я к тому, что вот видели бы те, кто разрабатывал этот двигатель, что мы с ними тут иногда устраиваем? Пожили бы они в наших условиях, знаешь. Наши условия для них – это катастрофа. Конечно, абсолютная правда. А что ещё можно, чем можно помочь своему автомобилю в преддверии вот этого, ну, скажем, не самого благоприятного сезона? Может, там что-то с электрикой нужно проверить, чтобы иска не пропала, вот это вот всё? В электрику пока работает, лучше не лезть. Что касается… Ещё есть способ утеплить ваш мотор. Но тут, опять-таки, всех предостерегаю от использования непонятных материалов. То есть берите только специализированную продукцию и убедите, что она не горючая. Это важно, да? Потому что не раз, может, многие радиослушатели видели ситуацию, когда просто машины сгорают. Ну, вот раньше же принято было утеплять войлоком, да? Пара капель масел на войлок – это здравствуй, свечка. Как-то это катастрофа. Радио 54. Что делать в преддверии наступления холодов, в преддверии вот этих сильных ветров, слякоти и прочего-прочего? Как помочь автомобилю остаться в работоспособном состоянии? Ну, наша компания предлагает подойти к вопросу комплексно. У нас есть много препаратов, которые могут вам помочь. Это и подойти со стороны топливной системы, улучшить смесь образования. Это уже вышеупомянутые в наборе комплексные препараты. Они чистят систему, они её смазывают, они дают антикоррозионную компоненту. Если это дизельный двигатель, там же присутствует станкорректор. Кстати, по поводу наших комплексных добавок в дизельные двигателя, в зимнее время года очень актуально, потому что многие используют антигели. Они, если по-простому говорить, топливо сушат, то есть уменьшают смазывающие качества его. У нас есть дополнительные смазывающие компоненты, которые могут нивелировать эффекты негативных антигелей. А вот эти все препараты, они в Новосибирске в свободном доступе? То есть это можно где-то в сетях посмотреть? С нами работает более 100 магазинов в городе Новосибирске, но если вы хотите получить... Если точная вся линейка, где вот это? Да, наш фирменный магазин, а станционный 16-1, помещение 110. Наш номер телефона 383-55-59. А можно ещё разу кадрис? Станционный 16-1. Это хороший ориентир, два робота с вами, козапистей, трансформерные такие. Слушайте, а по-моему, там же ещё флаги ваши стоят спротековские, нет? Там вывеска. Да, вывеска. Есть такое дело. Ну что у нас там с правильными вариантами? Нам пишут, что хорошее масло и хороший аккумулятор, больше ничего не надо. Есть такое предположение? Как вам эта формировка? Это действительно очень хороший аргумент в запуске автомобиля, но если вы даже с хорошим маслом, с хорошим аккумулятором, минус 40-45 будете его заводить, вы его заведёте, я в этом уверен, но какие будут последствия для двигателя? Радио 54 Первое. Областное радио.